просит шульман в 3d вопрос с какими-то спецэффектами да с трех камер можно и голограмм чтобы так что включили нас сейчас посмотрим да всем здравствуйте екатерина мы в youtube эфире уже тебе здравствуйте дорогие слушатели зрители вот пишут что заняли места согласно купленным билетом и правильно и сделали правильно и сделали тем более что билеты невероятно я бы сказала поразительно поразительно сейчас не часто такое встречу не часто в вашем то канале нибудь еще реклама наш в родине что в моем не то например на нашем роде тоже нет но я не скажу за все адресу так сказать 21 часа 4 минуты в этой студии действительно екатерина шульман добрый вечер здравствуйте и майкл найки трансляция нашего эфира идет на youtube канале эхо москвы там можно посмотреть на нашу доску которая сегодня такая угрожающе милая наверное самое милое изображение персонажа которым пойдет речь встречающийся в истории некоторые свойственные доски сегодня и собственно мы наверное сразу начинаем переходим к нашей первой рубрике о которой екатерина расскажет о том что заслуживает внимание за прошедшую неделю итак итак помним мы с вами наше базовое определение согласно которым отбираются события в нашу рубрику новость это то что привлекает внимание события это то что имеет последствия в начале хотелось бы сказать буквально несколько слов о том что возможно является событием но не станет предмета нашего обсуждения потому что выходит за рамки нашей компетенции еще один из основополагающих принципов нашей программы мы тут не изображаем из себя экспертов в той сфере в которой экспертами не являемся поэтому мы не будем с вами говорить о тех переговорах которые происходят между россией соединенными штатами относительно выхода из договоров об ограничении ядерных вооружений а вы может быть много об этом слышали на прошедшей неделе прямо вот начиная с начала этой недели еще будете слышать в следующие дни наверное как-то вас это беспокоит но мы не сможем ваше беспокойство никак не развеет ни наоборот его как-то загустеть потому что это специфическая тема в ней надо разбираться для того чтобы они говорить поэтому хотелось бы сказать пару слов вот о чем как вообще вести себя если есть тема которая вас интересует и который вас потенциально тревожит но при этом вы в ней сами не разбираетесь что обычно делают таких ситуациях вы должны иметь эксперта мнению которого вы доверяете как найти такого эксперта это отдельная уже история а ну вот раз вы слушаете нашу программу то по целому ряду вопросов уже у вас эта проблема как-то решена но тем не менее значит что касается внешней политики вот я вам расскажу что собственно говоря я делаю невозможно бросить свою отрасль и начать заниматься другой отраслью которой тоже надо посвятить всю жизнь вам известно да определение эксперта что можно стать экспертом в любой сфере если заняться чем-то в течение 10 тысяч часов вот 10 тысяч часов вы посвятили как занятие любому там на скрипке играть или изучать законопроект и вот поздравляю вас вы уже эксперт поэтому лучше пойти к тем людям которые провели 10 раз по 10 тысяч часов за тем же самым занятием и так что делать с внешней политикой всегда хорошие грамотные люди пишут для московского центра карнеги всегда вам могу советовать пойти туда и почитать чего там есть кроме того есть еще один внешнеполитический эксперт которого читаю лично я и вот больше уже ничего не читаю зовут его владимир фролов пишет он в репаблике пишет он в москву таймс москву таймс он пишет по-английски в репаблике он пишет по-русски я почему его люблю потому что ну вот вы если прочитать любую статью вы увидите что это ровно тот тон человека который разбирается своей сфере и не торгует пророчествами о ближайшем апокалипсисе кроме того я всегда симпатизирую экспертам с видимо схожим с моим собственным профессиональным путем то есть те которые имеют с одной стороны профильное образование а с другой стороны опыт работы на госслужбе а в нашей области это все-таки полезно как писал казьма прудков только на государственной службе познаешь истину а вот опять же в сфере внешне внутренней политики все-таки очень здорово если человек работал в как вот фролов работал например в комитете по международным делам в думе и в миде тоже чтобы понимать немножко их чтобы понимать как это все устроено как это работает изнутри да то есть видите если вы там филолог или историк то вам не обязательно опыт госслужбы если вы имеете дело с тем как работает государственная машина то очень хорошо вам побывать внутри нее не обязательно занимать важные должности я сама никаких особо значимых должностей никогда не занимала но тем не менее вот вот просто побыть там внутри кто с вами день прожить сумеет подышать воздухом одним и в нем рассудок уцелеет как говорил чатский тот уже после этого действительно хороший эксперт поэтому значит вот идем читаем и дальше уже ни о чем больше не волнуемся а к событию то какому это привязываете как я привязываю смотрите что к чему было это к чему было это предисловие оно было к тому что мы с вами не можем не сможем сейчас вам рассказать про то хорошо это вот с ракетами происходит плохо будет война не будет война но можем указать вам тех людей которые вам помогут разобраться значит что касается моей сферы компетенции меня ведь не столько перспектива атомной войны тревожит перспектива повышения военных расходов потому что в этом то я понимаю значит ну тут мы с вами пока опять же пока не произошло ничего чрезвычайного и не внесены какие-то экстренные изменения в проект федерального бюджета который сейчас у нас находится в государственной думе у нас дума вносится проект бюджета на следующий год и бюджетные планы на ближайшие три года мы видим продолжающееся мягкое снижение уровня военных расходов это правда этот замечательный факт мы не можем не отметить пик военных расходов у нас с вами был в 1916 году они тогда достигли практически уже советского процента от общей доли бюджетных расходов это было действительно очень высокий уровень почти непосильный для экономики после чего началось нерезкое но тем не менее ощутимое снижение при этом сказавшие это должны сказать вот что ни в один год после 2014 года мы не опускались ниже уровня 2014 года по вот этому самому уровню расходов на вооружение на военно-промышленный комплекс то есть у нас как произошел скачок с 2014 года так на так сказать уровень мирного времени мы с тех пор не опускались тем не менее какого-то вот роста 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 мы тоже не видим пока это так отмечаем это с удовлетворением потому что вы понимаете что да военные расходы не то чтобы способствуют экономическому росту или какому-то социальному благополучию они способствуют появлению рабочих мест в впк что в общем тоже неплохо но тем не менее из экономики эти деньги в общем и занимаются так вот значит это вот то что мы можем с вами сказать по поводу ракет по поводу ракет средней дальности и не средней и всех прочих таких вещей всегда очень полезно иметь в фокусе своего внимания реальные цифры почему я люблю проект федерального бюджета и вообще федеральные бюджеты потому что это роспись реальных намерений государства на что деньги тратится где сокровище ваше там будет и сердце ваше как сказано в евангелии на что деньги тратится то и есть приоритет но кстати еще одну вещь грустную отмечу по поводу бюджета что у нас продолжает расти так это расползающееся чернильное пятно секретных расходов превысило 25 процентов больше четверти уже расходов бюджета засекречены это значит это не обсуждается в думе на пленарном заседании это не обсуждается комитете по бюджету это обсуждается специальной комиссии по собственно обсуждению секретных расходов мы не знаем что там внутри это не только расходы на оборону это не только расходы на национальную безопасность это часть расходов на капитальное строительство это часть расходов на жкх в целом ряде статей федерального бюджета есть секретные части то есть мы можем видеть общий объем слава богу это мы можем видеть но мы не знаем что там внутри на что собственно говоря все это тратится вот это вот повышающаяся секретность это одна из грустных тенденций последних, я бы сказала, пяти-шести лет. И тут, в отличие от военных расходов как таковых, никакого снижения пока мы не видим. Про расходы понятно. А что с доходом бюджета? Что с доходом бюджета? Повернемся к той сфере законотворчества, которая является, слава богу, пока открытой, всем доступной и непосредственно относится к сфере моей профессиональной компетенции. Что может быть интереснее? Законы проектов. Мы должны с вами поговорить о налогообложении самозанятых. Вы слышали об этом наверняка, еще будете слышать в ближайшее время. Значит, вообще надо иметь в виду, сейчас мы разберем, о чем, собственно, идет речь прямо сейчас, но общую тенденцию вы должны понимать. Значит, великий лозунг «Люди – это новая нефть» является действительно слоганом эпохи. Сужение традиционной углеводородной ресурсной базы нашей с вами политической системы побуждает ее искать иные источники дохода. Этим источником дохода являются граждане. Значит, идея как-то излечь максимально из людей деньги, она обревает всю государственную машину на всех ее уровнях, на федеральном, на региональном и на местном. Проявление этой тенденции – это и повышение НДС, которое у нас в прошлом году случилось. Это рост акцизов. Это местные налоги и сборы. Это платные парковки. Это сборы за капитальный ремонт. В позапрошлом году, летом, в Государственной Думе происходили слушания по бюджетной, налоговой, таможенной, тарифной политике, на которую я пришла. Я вообще люблю ходить на бюрократические мероприятия. Там можно посмотреть на собственную бюрократию и естественную среду ее обитания. А там выступали представители Минфина и Центрального банка. И, послушавши их всех, я уловил следующие две мысли. Значит, две озабоченности владели умами тех, кто собирает деньги для государства. Во-первых, очень обидно им было, и они это как-то высказывали, что дивиденды госкорпораций проходят мимо них. Вот там такие деньги, а как-то вот все закрыто мутно, отчетности никакой особо нету, а дивидендов платить не хотят. И вторая озабоченность состояла в том, что граждане, вот как-то много совершают всяких экономических оборотов, и тоже ничего не платят. То есть говорилось, например, вот о чем. Вот смотрите, система ЕГАИС, да, маркировка алкогольной продукции, единая система, которая позволяет учитывать, сколько бутылок чего продано, и, соответственно, с этого снимать акциза. Как вот хорошо получилось. Давайте еще марочки наклеим бы на все, там, на одежду давайте марочки наклеим, на обувь давайте. Вообще, кассовых аппаратов как-то побольше хочется ставить, потому что некоторые норовят что-то продавать мимо кассы. Ну и вот самозанятые тоже. Самозанимаются, оказывают услуги. И ничего не платят. И ничего не платят. Услышавши это, я поняла ту простую вещь, которую понял бы любой на моем месте. Насчет дивидендов госкорпораций ничего не выйдет. Они как не платили, так и платить не будут. С этих снять денег не получится. Единственное, что получится, это прикрепить их к какому-нибудь частного государственного партнерства, к какому-нибудь большому инфраструктурному проекту, в который они готовы будут инвестировать, при условии, что основные инвестиции будут государственные, и им тоже там их кредиты взяты в госбанке, потом простят, потому что они строили что-нибудь страшно важное, Олимпийское, Крымский мост, дорога какого-нибудь федерального значения. Это они готовы. Хорошо, если этим компаниям еще не будут дополнительные транши какие-то давать, как мы это видели, например, у вас нефть. Потому что они, скажем, пострадали от санкций, например, надо же их как-то после этого приголубить, да, потому что они пострадавшие. То есть это направление дохлое, подумала я. А вот насчет граждан и марочек, и кассовых аппаратов, вот это да, тут можно развернуться, и тут это разворачивание явно будет происходить. Значит, кто такие самозанятые? Самозанятые – это люди, которые оказывают услуги другим физическим лицам либо юридическим лицам, не нанимая работников. То есть это няни, репетиторы, уборщики и уборщицы, садовники, огородники, всякие в весе всяческих хендмейт, психологи, терапевты. Кстати, да. Обучающие чему угодно, проводящие мастер-классы, делающие на дому веселые украшения и продающие. Сферы индивидуальных, хотя и услуг, и товаров. Услуг, и производство товаров, и услуг без найма работников, то есть без образования предприятий. Как налогообложить самозанятых? Давно уже была у нас, так сказать, озабоченность. Еще напомню, в послании Федерального собрания, президентском послании 2016 года, была идея высказана о том, что надо бы их как-то сначала зарегистрировать. Ну, в процессе регистрации, то есть легализации, по-моему, меньше тысячи человек у нас, сказала нам, значит, грустная официальная статистика, таким образом вышла на божий свет. Тогда, напомню, речь шла просто о регистрации. О чем я еще сейчас? Значит, два законопроекта внесены в Государственную Думу в конце сентября. Это поправки в... Там, на самом деле, три законопроекта в пакете. Это поправки в налоговый кодекс, поправки в бюджетный кодекс и, собственно, основной законопроект о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима налог на профессиональный доход. Эксперимент проводится где? В городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. То есть речь идет об экспериментальном введении. Да, об экспериментальном введении некоего налогового режима, Который должен проходить этот эксперимент до 2028 года Так, эксперименты Эксперимент вообще всегда звучит пугающе со стороны власти Или тех, кто хочет что-то делать с гражданами Есть такое дело Я как гражданин не очень люблю над собой эксперименты С другой стороны, если эксперимент пойдет хорошо То можно распространить его на всю страну Почему, как я предполагаю, выбраны эти регионы? Ну, Москва и Московская область, это понятно Это, так сказать, экономическое сердце страны Большинство самозанятых самозанимаются именно там А главное, это те, с кого хочется снять какие-то деньги Потому что деньги вообще в Москве и Московской области тоже есть Калужская область, я думаю, выбрана для примера Как среднерусская, достаточно депрессивная, но вот такая вот усредненная Ну, и Республика Татарстан, тоже регион-донор Регион достаточно богатый Значит, что предлагается у нас самозанятым? Им предлагается В случае, если они легализуются, так сказать, обнаружат себя Налог в 4%, если они оказывают услуги физическим лицам И налог в 8%, если они оказывают услуги лицам юридическим Дальше, что вот с этим вот развивающимся последние два дня скандалом С штрафами в размере всего дохода? Слышали, наверное, об этом, большой по этому поводу был шум Сегодня... Покольно свежий Да, сегодня депутат Макаров, председатель Думского бюджетного комитета Сказал, что неправильно его поняли и вообще, как всегда, интерпретировали не так Значит, депутат Макаров из инициаторов вот этого вот пакета из трех законопроектов Он вообще внесен группой депутатов и сенаторов Депутаты и сенаторы достаточно статусные То есть это не Милоновы? Это никакой не Милонов Это действительно люди, которые занимаются бюджетным и финансовым законодательством Но от председателя бюджетного комитета, от Совета Федерации Это Евгений Бушмин, это вице-спикер, который ответственен за финансовое и бюджетное законодательство в Верхней Палате Значит, что действительно там написано? Тут надо сказать, что неправильная интерпретация и правда имеет место Значит, если вы регистрируетесь, берете на себя вот этот вот налоговый режим из 4 и 8 процентов, которые вы должны платить После этого совершаете правонарушение, то есть отказываетесь платить за какие-то ваши доходы, вот эти вот 4 и 8 процента То с вас взыскивают штраф в размере суммы расчетов, на которые вы не выписали чек Вы должны будете за каждую свою транзакцию выписывать чеки Помните разговор о кассовых аппаратах? Вот кассовые аппараты должны прийти в каждый дом, где происходит какое-то оказание услуг Значит, если вы этого не сделали, то в размере суммы расчетов вы штрафуетесь, но на сумму не меньше 5000 рублей Понятно, да? А на сумму расчетов это за период какой-то или за сумму одной сделки? Или по совокупности всех? Разово, разово Ну, то есть за конкретную сделку? Да Знаете, как пишут в кафе, если вам не выдали чек, то ваша покупка за счет заведения Точно так же и здесь Вы не выдали чек, были пойманы на этом, соответственно, вы платите штраф на сумму этого чека, но не меньше 5000 рублей Значит, если повторно вы сделали то же самое в течение шести месяцев, то на основании суммы расчетов вы опять штрафуетесь, но опять не менее 5000 рублей То есть, смотрите, что получается, у вас изымается действительно, что было сказано в публичном пространстве, вся сумма дохода, вот этого разового дохода, но при этом не меньше 5000 Но имеется в виду не то, что все ваши доходы изымаются в пользу государства, нет, об этом речи нет И также не идет речь о том, что те, кто не зарегистрируется к определенному сроку, у них все доходы изымают Я читала и такие интерпретации, они, если вы хоть одну минуту подумаете, являются совершенно бредовыми, потому что если вы не зарегистрировались, то как вас, собственно говоря Поймать-то, откуда возьмутся информации о ваших доходах А тут, получается, только за руку поймать, то есть устраивать условные провокации, как у полицейских, когда будет переодетый оперативник, который у вас покупает игрушку или торт И вот он вас хватает за руку и говорит И приходит к вам на психологическую консультацию, рассказывает вам всю свою жизнь, жалуется на маму, плачет в кресле, после этого выходит, утирает слезы и говорит, а чек это мне не дали И все, и возвращается обратно и уже у вас забирает деньги, которые я только что вам отдал Слушайте, отличная технология для определенных групп граждан, мне кажется Смотрите, в чем тут некоторые засады? Стремление государства легализовать самозанятых понятно Значит, Росстат у нас некоторое время назад писал, что до 30% всего экономического оборота в стране находится вне зоны действия сети Вне зоны вот этого официального учета Речь не идет о каких-то мафиозных доходах, речь идет о том, что люди делают что-то вполне легальное, законное, точнее законное, но нелегальное Но при этом никак себя не демонстрируют, соответственно, налогов не платят Понимаете, немножко представляется контрпродуктивным Одновременно приманивать людей чрезвычайно льготным и действительно удобным и простым налоговым режимом Потому что там же написано, что вы должны будете установить на свой телефон программку под названием «Моя касса» И там она будет, к ней вы присоедините легкомысленно свою банковскую карточку И она сама будет списывать с вас денежку за каждую транзакцию Вот эти вот самые 4% или 6% в случае, 8, прошу прощения, в случае вашего общения с юридическими лицами Она будет с вас списывать, то есть этот чек будет носить электронный характер Даже никаких бумажек не надо, знаете, как все удобно и хорошо Но в своем нетерпении поиметь с граждан побольше денег государство не может дождаться, чтобы они уже все перешли на этот удобный режим Все поверили, что это не обмана, реально удобно И, например, там через пару лет успешного проведения этого эксперимента сказать А вот те, кто перешел, воспользовался нашим прекрасным приложением «Моя касса» И при этом безнравственно уклоняется от того, чтобы выписывать чеки Вот их-то мы будем штрафовать на сумму 5000 каждый раз Но, понимаете, вот нет, опять же денег хочется прямо сейчас, прямо немедленно Поэтому что-то мне подсказывает, что вот эта вот цифра в менее 1000 человек ныне легализуемых самозанятых Не то чтобы принципиально возрастет после принятия вот этих вот трех законопроектов Но, тем не менее, тем важная, еще раз повторю, она никуда не уйдет, никуда не денется Значит, мы с вами за ней продолжаем следить и наблюдать А уж если вы самозаняты, регистрироваться вам или не регистрироваться, это дело только в вашей совести Слушайте, и вот, как всегда, появляется вопрос в таких случаях Потому что, ну, самозанятые, по крайней мере, по цифрам, то, что мы видим, это группа не очень широкая На данный момент, на данном этапе легально оформленных Вот появляется вопрос, это в принципе нам о чем-то говорит, что деньги кончаются Их пытаются из всех групп выжить Или это просто такая блажь, о, мы увидели возможность с кого-то стрясти денег и стрясем Потому что в одном случае это для нас важно, потому что деньги кончаются А в другом случае это сволочи кругом и просто для собственной... Ну, вы знаете, вам-то, может быть, не легче, когда вас начнут штрафовать Вам будет веселее от того, что вы знаете, что это продуманная государственная политика Может быть, вам станет легче, если я вам скажу, что переход на принцип «люди – это новая нефть» Позволит сделать структуру нашей экономики менее ресурсно-ориентируемой, что, в общем, хорошо Вообще-то говоря, демократия – это строй налогоплательщиков Если граждане являются основными налогоплательщиками, а не ресурсные компании, связанные с государством Или напрямую ему принадлежащим, то это гораздо более способствует демократизации, чем все остальное Но, опять же, еще раз повторю, когда штрафовать будут вас, то вас, я боюсь, это рассуждение не утешит Да, действительно, волатильность, скажем так, цен на нефть заставляет государство искать Какую-то более устойчивую основу для получения доходов внутри страны В принципе, это разумно Вопрос только в том, какие услуги от государства вы получаете в обмен на свои налоги Вот только в этом проблема-то То, что граждане должны налоги платить, с этим никто не спорит И самозанятые, и занятые иным образом И корпорации должны платить, и государственные банки должны платить Все должны платить Таким образом, собственно говоря, формируется тот государственный бюджет Который, как у нас было написано в одной из наших прошлых досуг Цитата из Маргариты Тэтчера Нет государственных средств, есть деньги налогоплательщиков Вот чем ближе это будет к нашей реальности, чем, в общем, лучше Но, понимаете, пока у нас ситуация такая, что деньги с людей хотят брать, как при демократии А вот государственные услуги им оказывать и права им предоставлять Не желают и ведут себя в этом смысле, как скорее ведут себя политические системы В строго ресурсно ориентируемых петрократиях Которые только исключительно качают природные ресурсы, их продают А получившие эти деньги распределяют между элитами А там уже и гражданам что-то достается по принципу диффузии Еще один сюжет, на который хотелось бы обратить внимание Он несколько сложен для изложения, потому что он не является событием Является он явно новостью, более того, он является той новостью, которую мы не в состоянии объективным образом проверить Речь идет о публикации новой газеты о Евгении Пригожине и о его разнообразном бизнесе Значит, человек это известный, о нем много чего всего было слышно Известен он как бывший и нынешний петербургский ресторатор Президентский повар, как его тоже называют, уж не знаем мы, насколько это обосновано Его же имя связывают с фабриками троллей в Ольгина Это тоже в Петербурге Его же имя связывают с частной военной компанией Вагнер Которая находилась на востоке Украины и она же находится в Сирии Новая газета опубликовала большое расследование В котором некие люди, связанные с Пригожиным и с его структурами Выходили на связь с журналистами, рассказывали им о том, как они по поручению своего руководства Правда, там нигде никто не говорит, что мне сам Пригожин сказал убить этого человека Или напугать его, или побить, или воткнуть ему в бедро шприц с отравляющим веществом Такие истории тоже там описаны Тем не менее, по приказам своего руководства, всех структур, в которых они работали Они, в общем, скажем так, убивали людей Или пытались убить Или пытались убить, но не всегда получалось Там речь идет о случае с мужем Любови Соболь, юриста ФБК Навального Которому, да, на пороге его дома, значит, действительно, вот в нему как раз воткнули этот самый шприц Он потерял сознание, но потом, к счастью, остался жив Другого человека, блогера из Пскова, значит, такие отравили Там вот этот вот информатор говорит, что считалось, что он умер от разрыва сердца При этом, значит, на самом деле вот он умер от этой инъекции Если вы прочитаете публикацию целиком, перед вами развернется довольно жуткая картина Там вплоть до каких-то опытов на пленных в Сирии В общем, какая-то такая, действительно, мрачная средневековая хтонь А что из всего этого мы можем извлечь? Многие люди, ну, то есть некоторые люди, которые упомянуты в качестве информатора в этой статье, вообще мертвы Основной их, одного там приводится фотография его надгробного камня Это, в частности, тот, который вроде как мужа Любови Соболь-то и нападал на его То есть не информатор, а исполнитель Исполнитель, информатор их, основной информатор, Ники Амельченко, пропал Причем там типа как-то пропал сразу после разговора Потом нашли его ботинок и два телефона В общем, такие вот все подробности, исключительно напоминающие тот сериал «Спрут», который в «Перестройку» нам всем показывали К чему мы про это вам рассказываем? Значит, в принципе, в принципе, такого рода вещи относятся к той теме монополии государственного насилия О которой мы много говорили в прошлом нашем выпуске Мы говорили с вами о монополизме как об отрицательном политическом явлении Но говорили, что есть одна сфера, в которой государство должно стремиться любой ценой удержать монополию за собой И это монополия на легитимное насилие Не только государство является основным, так сказать, единственным легитимным насильником Но оно и устанавливает правила, по которым насилие могут применять другие Например, в ходе самообороны Но правила должны быть написаны государством То есть в правовом поле должны оставаться Да, совершенно верно В этом случае мы видим, если мы это все видим, ровно распыление этой самой монополии на насилие Это кажется очень удобным инструментом Вроде как никто ни при чем, а ручки-то вот они Но одновременно это опасная вещь Потому что если есть структура, которая берет на себя такого рода функции Делает эту самую пресловутую грязную работу Им ничего за это не будет И они связаны с некими государственными интересами Это значит, что помимо полиции, ФСБ, Росгвардии, прокуратуры, Следственного комитета Есть люди, которые никакими инструкциями не связаны вообще Не отчитываются ни перед кем Абсолютно непрозрачны При этом могут делать вот такие вещи Если они это могут делать по, так сказать, государственным причинам То они это могут делать и по причинам своим личным Некоторые события, описанных в этой статье Действительно не тянут ни на какой даже государственный террор Если бы мы хотели предположить, что это вот делается для того, чтобы там запущены Открыгивать оппозиционеров Это явно просто абсолютно такие бандитские сведения счета В своих собственных целях Это история, за которой мы будем продолжать следить Там тоже не без того, чтобы, так сказать, конкуренты внутри Властной машины не хотели бы Слить информацию в публичное пространство Мы с вами нормально это совершенно воспринимаем Мы, публика, нам лишь бы информацию получать А то, что это одни плохие люди рассказывают про других плохих людей Это в конце концов следует общественной пользе Делаем перерыв на новости 21.30 в Москве По меньшей мере 30 человек пострадали при обрушении эскалатора в метро в центре Рима Как сообщает пожарная служба итальянской столицы Большинство пострадавших – болельщики ЦСКА, приехавшие на матч Лиги чемпионов с итальянской Ромой Пострадавшие отправлены в медучреждение Станция, где произошел инцидент, расположена на той же ветке, где и Олимпийский стадион, на котором в 22 часа состоится матч На нем ожидается около полутора тысяч россиян В Вашингтоне считают, что только США соблюдали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности А сам документ устарел Такую позицию США на переговорах в Москве довел до Владимира Путина, помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон При этом, по его словам, Штаты пока не делали официального заявления о выходе из договора Болтон дал понять, что угрозой является не выход США из договора, а наличие российских ракет на европейской территории Болтон также рассказал, что на переговорах в Москве обсуждалась тема российского вмешательства в американские выборы И, по его словам, новых фактов не выявлено Помощник президента США также подтвердил, что встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом состоится 11 ноября в рамках международных мероприятий по случаю столетнего окончания Первой мировой войны На шахте Осиновская в Кузбассе возникли проблемы с главным вентилятором Как сообщили Интерфаксу в администрации предприятия, эвакуации не потребовалось, никто не пострадал Вентилятор уже запущен, шахта работает в штатном режиме Между тем, в Кемеровском управлении МинЧС сообщают, что на поверхность пришлось вывезти более 100 человек Пострадавших нет В Москве этой ночью от 3 до 5, завтра днем от 5 до 7 градусов ожидается дождь Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы» А пока можете писать, уважаемые слушатели, ваши догадки Как это, даже не слушатели, ютуб-зрители, ваши догадки, что же изображено на нашей замечательной доске Я видел уже несколько интересных предположений Кто-то считает, что это Путин И спрашивает, почему, ведь он обещал в рай, а тут не рай, так сказать, диссонанс Слушайте, некоторым как солдат из анекдота, я все время о ней думаю, мерещится просто вот по всему Конечно Не похож уже, нисколько Ну, каждый видит, это как, знаете, тест Рошиха Да, да Вот эти картиночки замечательные Вот, а стихов у нас сегодня не будет, друзья Во-первых, Екатерина уже процитировала вам в начале передачи небольшой отрывок Одного произведения, поэтому мы считаем, что закрыли, так сказать, эту обязанность Наш лимит по поэзии, да Да, выполнили план на эту передачу Вот, кстати, можете поставить лайк, если вам вдруг нравится, почему бы и нет Я не одобряю здесь всех призывов, абсолютно Слушайте, на самом деле это просто напоминалки Ну, то есть многие смотрят и просто, ну, это не задумывается Это как вот насилие над зрителем, мне кажется Почему? Это же, ну, непринудительный порядок Просто напоминаю, что есть такая замечательная опция А это работает, ну, то есть я же отслеживаю Это действительно работает, люди не помнят об этом Потом бац, напоминаешь и привозят фуру лайков, так сказать Слушайте, теперь вы пишете Екатерине погромче микрофон То вы писали потише полэфира, то погромче Что, были какие-то стремления сделать микрофон потише? Вот сейчас появились, друзья А нет, сейчас появились погромче, были потише Друзья, вам не угодишь Я послушал, мы починили все, все штуки, сделали вам идеальный звук Поэтому не придумывайте Звук это какой-то священный крааль Все к нему стремятся, но никто не может достигнуть Конечно, конечно Он всегда не такой, какой хотелось бы Заставка с лайки-лайки будет на следующем утреннем развороте В котором я буду через три недели, по-моему Там у нас свои уже отношения с зрителями YouTube 21.35, и мы продолжаем в студии Екатерины Шульман Добрый вечер еще раз Ай, Майкл Найки Смотреть на нас, на нашу доску замечательную Где изображен ребус очередной Высокохудожественный Можно на YouTube-канале Эх Москвы Это все увидеть воочерк Доска наша все больше и больше приближается к жанру Такой загадочной пиктограммы, которую надо разгадать Так это же замечательно И мы переходим к нашей следующей рубрике Опять же, традиционной Что за чудесное слово, которое так жажду я услышать Продолжаем пребывать мы на букве М И наш сегодняшний термин – монархия Ура! И тут аплодисменты раздаются со всех концов YouTube Все зрители ведь так этого ждали Значит, смотрите, что мы с вами должны сегодня для себя прояснить Во-первых, этот термин как-то естественным образом вытекает из предыдущей темы, которую мы обсуждали до рекламного перерыва Вот эти вот самые прекрасные средневековые практики на новом техническом уровне Мы еще вернемся к ним в нашей следующей рубрике У нас же еще будет рубрика и следующая А пока поговорим мы о монархии Значит, в чем отличие монархического способа, монархической формы государственного управления от всех остальных? Монархия характерна тем, что в ней верховная власть сосредоточена в руках одного лица Соответственно, монарха И передается по наследству В отличие от республики, где верховные должности являются выборными Либо напрямую, либо опосредованно То есть или граждане голосуют, либо голосуют представительные органы Каким-то коллегия выборщиков, разные есть варианты В монархии власть передается по наследству При этом, сказавши это, мы уже протягиваем свою зачеточку И говорим, что мы сдали экзамен по теории государства и права Но тут нам говорят нет Это слишком просто Разнообразная форма государственного управления И любая классификация, любая, дорогие товарищи На демократию, автократию и тоталитаризм На монархию и республику На республику президентскую, полупрезидентскую, суперпрезидентскую, парламентскую Будет иметь свою степень условностей И будут такие краешки несколько мутные В которых будет одна форма переходить в другую Существуют монархические формы, которые являются выборными Вот, например, Священная Римская империя Помните, была такая Помню, как сейчас Было такое образование Занимала значительную часть Центральной Европы Большую часть современной Германии Представляла собой конгломерат различных княжеств, герцогств И, например, территорий подчиненных духовному лицу При этом был император Священной Римской империи Монарх, конечно же, монарх Кто же еще? Но был он выборной фигурой Выбирали его кто? Курфюсты, они же электоры Некий набор, как мы бы сказали, пэров Если английскими терминами Пользоваться Которые собирались и выбирали Из ограниченного круга претендентов Кандидат должен был удовлетворять Требованиям происхождения Из определенного набора царствующих домов Но, тем не менее, был некий набор кандидатов Из которого они выбирали Почему это не был, тем не менее, президент Священной Римской империи А был он все-таки император, потому что власть его была пожизненной Так вот еще один признак монархии Это пожизненное правление Но он не был монархом? Или был? Непонятно Был, ну как он не был монархом? Он был император Священной Римской империи То есть выбирали монарха? Он был при этом выборным Значит, если даже не забираться так уж прямо далеко То, например, в современной Малайзии Которая тоже является монархией Монарх избирается из числа девяти султанов Которые возглавляют наследственные султанаты Составные части, собственно, государства Малайзии То есть тоже тут имеется Некоторый элемент выборности В Объединенных Арабских Эмиратах Тоже в монархии Имеется, так сказать, коллективный монарх То есть Советы Миров Такая вот есть, например, штука Он из своего состава уже избирает президента Объединенных Арабских Эмиратов Значит, как у нас монархия выглядит На современном историческом этапе? Выглядит она, надо сказать, довольно неплохо Сказать, что она как-то вот уходит в прошлое И является трогательным историческим реликтом Мы никак не можем Значит, монархии разделяют на абсолютные И конституционные, или ограниченные То есть там, где есть абсолютный монарх Который всю полноту власти Средоточивает в своих руках Нет разделения властей И монархии конституционные Которые, собственно говоря, ограничены Некой конституцией Либо совсем они могут являться декоративными Хотя, вот, кстати, вы в это дело Не особенно верьте Мы сейчас перечислим вам имеющиеся монархии Когда вам скажут, что они там только для красоты Это нужно воспринимать не совсем буквально Везде, где существует Сохранившаяся, прошедшая века монархия У нее есть некая политическая функция И эта функция, она может быть символической Она может быть источником дополнительной легитимности Как она в основном и является Но, если приглядеться, то мы увидим Что в ряде европейских монархий Есть у главы государства Некоторый значимый набор полномочий А кроме того, довольно часто так бывает Что им принадлежит, например, Какое-нибудь ценное имущество Земля, скажем, у них во владении находится Как в Великобритании, где вся земля принадлежит Ну, не, вся-вся это тоже Некоторые преувеличения Не вся, но у целого ряда их родственников Есть земля, на которой, например, Там центральный район Лондона состоят Так что это все, опять же, не только для того Чтобы рисоваться на открытках И рождественские обращения Зачитывать В это тоже вы особенно не верьте Значит, есть ли абсолютные монархии в современном мире? Да, есть Где они у нас находятся? Они у нас все, как на подбор, находятся В основном на Ближнем Востоке Это Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт Объединенные Арабские Эмириаты Упомянутые Аман, Саудовская Аравия О которой много чего мы нынче слышим Это старые Модное место в последние времена Модное место, да Это старые, добрые, классические Абсолютные монархии Значит, органов государственной власти Независимых от монарха не существует Системы сдержек противовесов отсутствуют Еще одно такого рода государство Которое не является при этом Ближневосточным Оно находится в Европе Но при этом является абсолютной монархией Какое? Подсказка, она очень маленькая Это какой-нибудь Лихтенштейн Ну зачем так сразу, Лихтенштейн? Нет, не Лихтенштейн Я на маленькое повелся Правильно, вы повелись Ватикан Да, совершенно верно, Ватикан Во главе с римской папой Абсолютное, что ни на есть монархия А теперь переходим к ограниченной монархии Значит, из них есть так называемые монархии дуалистические В которой, собственно говоря, монарх возглавляет исполнительную власть Напрямую, да Это, например, Иордания, Марокко Такого рода монархии То есть есть конституция, есть иные ветви власти Но при этом этот самый монарх является тем, чем у нас является Ну, некий такой смешанный президент, премьер-министр И, собственно говоря, парламентские монархии То есть те монархии, которые являются парламентскими демократиями Где правительства формируются партиями, победившими на парламентских выборах По различным схемам Сейчас не будем углубляться в это При этом во главе государства стоит монарх Это лучшие, богатейшие, наиболее развитые европейские страны Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания, Испания Япония является также такой монархией Значит, что тут нам с вами бросается в глаза? Мы, когда говорили с вами о демократии Пытались как-то развить популярный миф о том Что для демократии нужен определенный уровень экономического развития Грубо говоря, что демократия для богатых Есть такой популярный предрассудок Это действительно предрассудок Это не так Демократия сама по себе не заводится Ни от богатства, ни от бедности Потому что есть ведь противоположный предрассудок Что вот у нас, например, там сейчас как цены на нефть упадут Власть-то обнищает Тут демократия сама собой и родится Нет связи ни прямой, ни обратной Нет такого рода корреляций Бедные страны Африки отлично заводят у себя работающие демократии Монголия не самая богатая страна в мире Прекрасная электоральная демократия С конкурентными выборами Нам еще до такого жить и жить А Саудская Аравия прекрасно живет с монархией Несмотря на свой экономический успех Вот, значит, при этом, смотрите А вот монархии все как на подбор богатые страны Вот вы что-то монархия не для бедных Такой вот интересный момент Опять же вернемся к Африке Многие африканские страны страдают от неэффективных диктатур Крайне неэффективных Но при этом там их эти диктаторы имитируют выборы Всячески их там фальсифицируют Подбирают себе соперников Значит, потом там иногда неожиданно им проигрывают Потому что, как мы с вами знаем, электоральная имитация Работает только до определенного предела Но не объявляют себя почему-то сынами солнца Вот на трон не садятся А монархии у нас исключительно богатые и сверхбогатые государства Очень хорошо сочетается, оказывается, монархия с таким практически социалистическим экономическим укладом Посмотрим на дивные страны Скандинавии, Северной Европы Швеция, Норвегия, Дания Дай бог, что называется, каждому так жить Вот такая вот есть некоторая загадка Из этого не следует, что если мы с вами вдруг неожиданно ломанемся Устанавливать монархию в пределах Российской Федерации То мы сразу очень сильно обогатимся Просто имейте в виду, что этот способ правления позволяет Если, будучи связан с институтами парламентской демократии Будучи сочетан с ними Позволяет иметь в некоторой степени преимущество двух систем Вот эту самую устойчивую традиционную легитимность Потому что популярность монархии в тех странах, где она есть, достаточно высока Граждане любят царствующий дом Несмотря на периодически возникающие с ними там уж какие-то скандалы Все равно продолжают к ним хорошо относиться В Японии императорская семья, например, чрезвычайно популярна В странах Commonwealth, в странах британского содружества Которые тоже подчиняются номинально британской королеве Там проходили всякие референдумы насчет того Может хватит уже платить деньги на содержание вот этих вот где-то далеко Посмотрите, в Австралии, да, вы живете и при этом отчисляете На британскую королевскую семью Нет, сказали люди, в Австралии, в частности, в 99-м году был такой референдум Хотим смотреть на королевские свадьбы И хотим на денежках, чтобы у нас был вот этот вот гордый профиль То есть, понимаете, никогда не следует недооценивать значение символического в публичном пространстве То есть получается, что монархия это не хорошо, не плохо, это способ правления Это способ правления Значит, если вы живете на Ближнем Востоке То скорее у вас будет абсолютная монархия И тогда вам будет не так хорошо там житься Если вы, например, женщина или оппозиционный журналист Не будем показывать пальцем Потому что у вас не будет разделения властей Соблюдения прав человека У вас будет странное экзотическое законодательство И никакой управы на ваш прекрасный царствующий дом у вас не будет И даже если вы уедете в какую-нибудь другую страну Как, собственно, не будем показывать пальцем Произошло с некоторыми людьми Вас там все равно могут выцепить Если же вы живете в Европе То, наверное, даже хорошо Если у вас, к примеру говоря, монархия С другой стороны, иные страны, вроде Франции Избравшие для себя республиканский образ правления Тоже как-то вот особенно не жалуются В общем, при наличии соответствующей политической культуры И политических институтов Монархия совершенно никак не мешает Жить демократично, богато и всячески счастливо Это первый вывод, который мне хотелось бы, чтобы вам запомнился А второй Формы монархии разнообразны И даже некоторые элементы выборности В ней были исторические И даже присутствуют в нынешний момент И третий момент, который тоже, что называется Вроде как все знают, но мало кто в таком виде для себя формулирует Помните, что Британское Содружество Во главе с британским монархом Объемлет собой Значительную часть земного шара В него входят Канада, Австралия, Новой Зеландия Бывшие британские колонии Значит, соответственно В состав Содружества входит также Индия и Пакистан Что тоже нам полезно, что называется, знать А мы переходим к нашей следующей теме Ой Рубрики Никто не услышал А наша следующая тема Это наша следующая рубрика Отцы Кто сегодня у нас? Не хотелось бы нам называть этого человека Прямо вот непосредственно отцом Но они бывают плохие, бывают хорошие Да У нас с вами, как вы знаете, традиционно в этой рубрике У нас бывают вот великие теоретики Ученые Их мы отличаем в основном по продолжительной и счастливой жизни А также благополучной жизни семейной Есть у нас практики, которые обычно живут не так долго Но оставляют свой яркий след в истории Было у нас некоторое количество Ну, не хочется говорить прямо-таки злодеев Но вот тех персонажей, которых мы не ставим никому в пример Но, тем не менее, которые тоже свой след в истории оставили И как-то вот стали основателями неких практик Которые не умерли, к сожалению, вместе с ними Один из таких злодеев изображен на нашей доске Который вы можете видеть в трансляции в ютубе Да, совершенно верно Звали этого человека Оливье Поэтому, собственно, у нас вот такой вот изображен Разноцветный салатик В нашей вот этой вот мисочке, которую вы можете видеть В историю он вошел как Оливье Леден Или Оливье Дьявол Этот человек был цирюльником При французском короле Людовике XI Тоже крайне своеобразном монархе А настоящее имя его было Оливье Некер По несчастью, Некер по-фламандски обозначала злой дух Соответственно, дальше те люди, которые его не любили Они любил его почти никто А дали ему вот это вот соответствующее прозвище С которым он и закрепился, собственно говоря, в истории Чем он нам с вами интересен и ценен? Он действительно был цирюльником Он был ни первым, ни последним цирюльником Который вошел в милость к своему клиенту И таким образом получил неадекватные полномочия Ну, граф Кутайсов, например В русской истории тоже известный Тоже был первоначально цирюльником Я думаю, что тот человек, который ежедневно держит возле шеи острое лезвие Он как-то начинает внушать тебе доверие через некоторое время Знаете, есть такое психологическое явление Когда пациенты влюбляются в анестезиологов Ну, вообще в врачей довольно часто Влюбляются, потому что это вот такая фигура Которая, с одной стороны, может тебя убить А тут вдруг это не делает А наоборот, делает тебе хорошо После этого у тебя происходит некий специфический гормональный коктейль в голове И ты начинаешь испытывать к нему неадекватные чувства Может быть, этим что-то объясняется С этими самыми поварами и парикмахерами И вот, собственно говоря, цирюльниками Людовик XI Как французский король Стоял перед основной политической проблемой следующей В то время, когда он, собственно говоря Царствовал А это у нас XV век Вторая половина XV века Он был всего лишь первым среди равных Могущественных французских феодалов Единство французского государства Было еще довольно-таки условным Его ресурсная база была невелика Полномочия его были, в общем, ровно таковы Каковы хотели признать те феодалы Которые являлись владетельными герцогами Графами в своих территориях Основным его соперником был его же сосед Герцог Бургундский, Карл Смелый То есть не так много было у него инструментов Для того, чтобы продвигаться к той цели Абсолютизма К которой французская монархия Продвигалась довольно упорно И достигла ее в полной мере Только при Людовике XIV Еще через некоторое количество веков Соответственно, будучи окружен Этими самыми феодалами Он должен был искать на них управу Искал на них управу разными способами В частности, приближая к себе Людей незнатного происхождения Которые были бы обязаны Своим положением исключительно ему То, что при этом они пользовались Всеобщей ненавистью Было ему на руку Потому что таким образом Он мог не сомневаться в их лояльности У них не было никакой опоры Кроме милости короля Вот это самое Оливье Леден Незнатного происхождения То ли сын крестьянина То ли сын тоже Какого-то предыдущего цирюльника Был ровно таким Он познакомился с Людовиком Когда тот еще был дофином Когда Людовик был дофином У него была бурная жизнь Он ругался своим отцом Поднял против него восстание Был им изгнан Потом уже вернулся После его смерти С тем, чтобы принять корону И, соответственно, он взял его к себе На службу этого самого Приглянувшегося ему Оливье Сделал его потом своим коммердинером Значит, военачальником И губернатором провинции И заведующим королевской тюрьмой В общем, сделал его графом Людовик Все остальные графы страшно оскорбились Это там никак не приняли Значит, почему он, собственно, дьявол? Ему приписывали Сейчас уж не будем говорить Правильно или неправильно Многие из тех нехороших дел В частности, скажем, напрямую Убийств и бессудных заключений Которые Людовик проводил Ему надо было каким-то образом Со своими врагами, значит, рассчитываться Он много чего в связи с этим придумал Нехорошего Были действительно эти самые тюрьмы Были эти так называемые Ублиет Что обозначает в переводе с французского Забвение Такие маленькие узкие камеры В которых каменные мешки В которых нельзя ни сесть, ни лечь Все это неофициально делалось? Все это делалось, к сожалению, неофициально Никак не можем мы похвалить правовую культуру Во второй половине 15 века Во Франции Значит, многие из этих вещей Считались, так сказать, зоной ответственности И поручениями, даваемыми этому самому Оливье За это его окружающие люди Еще раз повторюсь Извечательно сильно не любили А король его и ценил, видимо, именно за это Например, неуспехи его Дипломатических миссий На которые его тоже посылали В частности, он его отправил в Бургундию К этому самому Карлу Смелому С целью подбить его дочь Марию Бургунскую Взбунтоваться против отца И присоединиться к Людовику XI То есть он свой собственный опыт Решил спроецировать на других людей Ничего не вышло Там этого, видимо, Оливье чуть не убили Потому что его не воспринимали Как переговорщика Кого-то нам прислал Какого-то вообще неизвестно кого К нам, понимаешь, гордым аристократам К знатным дворянам Тем не менее, пока был жив Людовик XI Этот самый Оливье промышлял Вот этими, судя по всему, действительно Бессудными убийствами Повешениями кого-нибудь там на дубе В лесу А своей ЧВК у него не было? История об этом умалчивает Но я не думаю, что он прям один, понимаете ли Вешал людей собственноручно Он не отличался какой-то выдающейся физической силой Нет, не по этой он был части Кстати говоря, Людовик, не доверяя в том числе И своей собственной армии Которой тогда в нашем нынешнем понимании Вообще не существовало Существовали феодальные ополчения Он, в частности, опирался на швейцарскую гвардию Которую он вокруг себя собрал Зачем это было нужно? Швейцарскую и шотландскую Потому что это были иноземцы Люди-наемники, которых он покупал В других странах дальше они вокруг него Соответственно, там образовывали Некоторое кольцо безопасности Потому что своим местам он доверял не особенно Чем кончилась вся эта драматическая история Ольве Ледена? Он, судя по всему, скопил изрядное состояние Как делают все фавориты при государях Это, в общем, понятно Но Людовик XI тоже был не вечен И в какой-то момент он умер Ему наследовал Карл VIII Значит, никакого переворота не случилось Никакой революционный лидер не пришел к власти Пришел наследник, благополучно Опирающийся на ту же традиционную монархическую легитимность О которой мы с вами только недавно говорили Тем не менее, непосредственно после восшествия на престол Оливье этого повесили Обвиняли его во всяком разном Обычно государственные изменения в таких случаях обвиняют А также в накоплении неправедных богатств Естественно, что хотели разделить между собой его состояние Это понятно, это каждый раз так бывает И в французской истории, кстати, неоднократно Никто не вступился Более того, все были счастливы И широкие народные массы были счастливы Потому что у него была дурная чрезвычайная репутация И уж точно дворянству было счастливо Правда, хочу отметить последнее, что про него скажу Повесили его по-королевски На знаменитом Монфаконе Значит, было такое чудное сооружение Монфакона Это, значит, Соколиная гора По-нашему говоря Значит, это такое большое каменное сооружение На территории города Парижа Как бы вот представьте себе Такое здание Стоящее из многих арок Таких вот прозрачных арок То есть там одновременно Можно было повесить до 90 человек Вот в этих арках свисали цепи И на них, значит, соответственно, вешали Повешено Что интересно, кстати Занимался, так сказать, построением Этой штуки Один из предыдущих королевских фаворитов Который был при Филиппе IV Такой Ангеран де Мориньи Его тоже там повесили потом То есть он построил этот, так сказать Чудный мавзолей Цель была какая? Почему этот, собственно, Монфакон был воздвигнут? Цель была устрашение Да, понятно, что это выглядит очень здорово Во-первых, так все торжественно Во-вторых, сразу много народу Ну, в общем, нашего с вами Оливье Повесили именно там Я надеюсь, что это в последний момент Служило ему утешением Потому что много достаточно знатных И выдающихся людей Нашли себе конец Вот именно в этой Выдающейся архитектурной конструкции Потом она постепенно, конечно, разрушилась Пришла в негодность Но вот в Средневековье Она чрезвычайно употреблялась Добрым молодцам урок А мы переходим к последней рубрике К вашим вопросам Совсем мало времени у нас Давайте таким блицем попробуем Отделаться Вот Михаил Кашев спрашивает Екатерина, как вы думаете Чем отличается женщина-политик От мужчины-политика? Ответ читайте в нашей новой книге Ничем Нет никакой зафиксированной разницы Между мужским политиком И политиком женским Значит, все эти разговоры о том Что женщины более склонны к компромиссам И вообще они такие все кроткие И договороспособные Значит, нет, ничего подобного Люди склонны к компромиссам Если у них соответствующий опыт Был успешных компромиссов А если нет, то они склонны Наоборот действовать силой Если мы посмотрим на опыт Опять же, европейских монархий То те королевы-императрицы Которые европейские страны В том числе Россию возглавляли Воевали ничуть не меньше Чем их, так сказать, мужские собратья Поэтому нет К сожалению, никакого Или к счастью Никакого научного обоснования Разницы нет Что в чем есть разница? Значит, плохо, когда у вас правящий класс Состоит из однотипных людей Все женщины, все мужчины Все белые Все одного возраста Это плохо Должно быть у вас разнообразие Вот это вот важно А мужчины от женщины Ничем не отличается Михаил Довыденко спрашивает Устроит ли Путин войну? Значит, ну, войны не устраиваются В одно лицо Для танго нужны двое А в случае с войной Даже и большее количество Заинтересованных сторон Это первое Второе Если вы имеете в виду Устроить войну с целью Повысить свою несколько увядающую популярность То это будет плохая идея Вот почему? Не потому что война сама по себе плохая идея Мы сейчас даже не из гуманизма А потому что снижение популярности Связано с усталостью граждан От конфликтности И внешнеполитической повестки Люди хотят повестки социальной Люди хотят справедливого Распределения ресурсов И внимания к внутренним делам в России Худшее, что можно придумать в этом смысле Это устроить еще какую-нибудь Внешнеполитическую авантюру Это была программа Статус Екатерина Шульман Майкл Найки Мы увидимся с вами в следующий вторник Кто пропустил или смотрел Не сначала На ютуб-каналях Москвы Есть трансляции Запись И там же можно поставить лайк А мне, Екатерине Если вам все понравилось До встречи ровно через неделю Спасибо Все Пройдемте Всем спасибо Всем пока Именно в этот момент Почему-то все решили мне Позвонить Написать Ну, они чувствуют Эфир подходит к концу Продолжение следует...